А вот память в действии, она тоже есть. Что это такое? Это государственные и народные праздники. Это честный юбилей из исторических деятелей. Массовое отмечание памятных дат, некоторые публичные ритуалы. Немало интереса для этой тематики представляет и топонимическая политика, переименование республик, городов, улиц, площадей, а также и борьба памятников. И это происходит. Снос одних памятников и возведение других на их месте. Отдельную проблему представляет этноцид, включающий попытки либо полностью уничтожить культурное и историческое наследие этнического меньшинства, или конкурирующие этнические группы, либо присвоить его выносу наследия своих собственных предков. К сожалению, это происходит. Кроме того, следовало проанализировать биографию интеллектуалов, связанных с производством социальной памяти, обращая внимание на степени повлеченности в националистический дискурс и перечисленные выше историко-культурные практики, связанные с национализмом. Все это нужно было рассмотреть на фоне политической динамики, чтобы понять, как именно этнополитика влияет на особенности социальной памяти. Далее, анализ самых разных видов и форм социальной памяти потребовал выявить ключевые события, вокруг которых она организуется. Потому что просьба охватывает бесконечный набор, безграничный набор самых разных фактов. И ни один историк не может их знать во всей их полноте. И ни один историк не может их, так сказать, совместить и сконсулировать из них нечто единое. А что касается широкой общественности, то она оперирует несравненно более стыдным репертуаром, включающим лишь самые яркие и самые важные имена истанических деятелей и событий прошлого. Вот это-то я и называю ключевыми моментами. А они-то и находят отражение в массовых праздниках и запечатлеваются в самых разных видах социальной памяти. Опять же, чтобы было понятно. Вот пример. Государство вводит новый праздник 4 ноября. И что происходит? Во-первых, сразу возникают в этот день некие народные демонстрации, известные нам подрастными логинами. Во-вторых, государство заказывает кинофильмы и уже пара кинофильмов про 1612 год вышло, и это очень явно значительно, на которые огромные деньги потрачены. В-третьих, эта тематика тут же обсуждается в школе, в школных учебниках, то есть на нее делается акцент. То есть вот что происходит, вот что значит ключевое событие. Вокруг него сразу же возникает целый букет самых разных последствий. Теперь, эти ключевые события не отличаются постоянством. И временами, одни из них выкидают сцену, другие находятся, возвращаются из них мантия. Вот как это правильно, что это убегает. Это происходит в результате самых важных социально-политических изменений. То есть, изменения режимов с изменением политического курса и так далее. Следовательно, проследить этот процесс можно лишь изучая татацию в протяженный период времени. Вот поэтому мне и показалось, что недостаточно брать только последние 25 лет. Гораздо продуктивнее было взять за точку отсчета рубеж 19-20 века, когда в России отмечалось зарождение самых разных единических национализмов, с их жадным интересом к своему прошлому. Наконец, следование не должно упустить из виду еще один момент. Это проблема амнезии, то есть забывания. Речь идет о сознательной забывчивости, когда определенные события или факты, создававшие дискомфорт, вычеркиваются из памяти. Это может быть скорбное событие, травма, поступок, вызывающий стыд, или поведение, идущее вразрез с установившимися политическими порядками. В любом случае, то, что следует скрывать окружающее. Важно, что такая амнезия не бывает вечной. С изменением окружающей обстановки память может вернуться. Причем, иной раз то, что вчера следовал, чайник скрывает, сегодня приветствуется, или даже получает нового гражданина. Вот это круг вопросов, которые я перед собой поставил где-то 20 лет назад. Так, программа исследования обрела ясно. Осталось выбрать подходящую его единственную среду. Я понимал, что придется иметь дело с очень острыми вопросами, с неожиданной, не всегда приятной правдой. В особенности именно потому, что специалистам трудно будет согласиться с тем, что их научная деятельность подтверждена воздействию каких-то влесных социальных или политических факторов. Ведь нередко армейские верят и хотят убедить себя в том, что бескорыстно служат чистой науке. Здесь, разумеется, надо сделать оговорку, что мои выводы имеют статистический характер. Они намечают другую большую тенденцию, но отдельные ученые могут не укладываться в эти рамки, потому что индивидуальная вариативность всегда дает о себе знания. В любом случае было ясно, что следует проводить сравнительные исследования, охватывающие двери нескольких соседних этнических групп, прослеживая их реакцию на одни и те же затрагивающие их события. Кроме того, вызывала тревогу нарастающая межэтническая, межпрофессиональная и нетерпимость, но и раскамуфлирующая все воздушные патриотизмы. Именно поэтому казалось важно обратить внимание на регионы, где наблюдалась борьба за прошлое, ведущие просто межэтнические напряженности. Начал я со Среднего Поволжья. Эту книгу я опубликовал в Соединенных Штатах только на английском языке, на русском я ее не сталкивать по определенным причинам. Другим регионом стал Кавказ, с его необычной, необычайной этно-политической сложностью локальными войнами. Здесь я опубликовал две книги, они есть на русском языке, одна по Закавказу, другая по Северному Кавказу. Позже я ряд работ посвятил поиску предков современной Центральной Азии. Кроме того, меня интересовал и радикальный русский национализм, и о нем я тоже опубликовал несколько книг. Но вот что интересно. У меня еще есть материал, я собирал материалы по очень многим народам, но в один прекрасный момент я понял, что при всем разнообразии, при всей вариативности, понимаете, есть некий единый стержень, по которому, или единая линия, по которой развивается вот такому роду мир. И это есть практически у любого народа, то, что я называю «Скелет в шкафу». Причем не только в нашем регионе. Лет 10 назад мне пришлось читать лекции в Уэлзе Калыч, это под Останом в Соединенных Штатах, лекции глобальные, вот о густонической памяти и о борьбе за преды. И чтобы читать эти лекции, мне пришлось проштудировать литературу практически по всему региону мира. Туда вошел и Нижний Восток, и Восточная Азия, и Африка, и Латинская Америка, и даже Европа, и Соединенные Штаты. То есть везде есть вот в той или иной мере вот такого рода, значит, тенденции. Как бы это ни было, я не случайно избрал сравнительный метод исследования. Он ставил своей целью изучение динамики, конструирования образа прошлого в соседних регионах. Для того, чтобы, во-первых, выявить некоторые общие тенденции и их причины, во-вторых, наметить точки конфронтации и понять, почему в соседних республиках одни и те же факты событий и эпохи получаются по-разному, если не теоретически противоположную трактовку, и первое, это имело дело с национальной политикой союзного центра, которая активно вмешивалась в производство прошлого. А второе, было следствием этнической конкуренции или этнической дискриминации, окрашивавшей взаимоотношения доминирующего большинства и этнического меньшинства. Было бы неверно винить в создании дешевых фалландизированных образов прошлого одних и лучших интеллектуалов, и я вовсе не ставился для этой цели. Главный был структурный фактор опора федерального устройства не на гражданский, а на этнический принцип, сделавший последний едва не не определяющий людей, в особенности в отдельных республиках. И дело не в этничности, этничности, этническая идентичность, гражданность, это нормально. А дело в дискриминации, вот это уже не нормально, потому что гражданский принцип говорит о том, что все люди данного государства равноправны и граждане. Никакая дискриминация не позволяет, не важно. К сожалению, у нас этот принцип в Конституции записан, но, к сожалению, в разных контекстах он без конца нарушается. И в республиках, и здесь в Москве. Я думаю, все это прекрасно знают. Так вот, неутомимый поиск достойных предков, способных помочь в преодолении травматического сознания, и стал прямым членским такой ситуацией. В этом и заключался один из важнейших выводов моих исследований. Другим важным выводом было обнаружение прямой связи к его серьезным политическим поворотам и новым временками борьбы за предков и переписывание историй. Во все периоды прошлое так или иначе находилось под контролем власти. Но если в советские годы этот контроль осуществлялся центром, причем в довольно жесткой форме, то в постсоветское время центр утратил свою прежнюю силу, и сегодня контроль находится в руках республиканцев и властей, которые два раз мальчишки разыгрывают воин памяти. Но вот именно этого мои критики по понятным причинам никогда не признают. Каждый исторический период был отмечен в своей собственной политике проживого. И каждый, или почти каждый из них требовал своего оборудования предков. Хотя, разумеется, в конкретных республиках этот процесс имел свою специфику. Почему это было возможно? Вот это важный вопрос. Сегодня никого не удивит утверждение о том, что каждый народ имеет гетерогенное происхождение. У каждого имеется по несколько исторических предков. Одни снабдили его языком, другие — культуры, третьи — физические красотности. Однако именно множественность при этом открывает возможность выбора, когда в дело вступают политика и идеология, или же политические эмоции. Вот это очень важно. Вот это тоже мои кретики. Мне не прощают, когда я говорю о выборе. А ведь действительно, если бы я как профессиональный и археолог, и археолог, я знаю, что всегда перед человеком, который задумывается о древностях, о древних предков, всегда есть возможность выбора. Потому что там есть масса археологических культур, там есть масса этнографических групп, лингвистических семей, и языков, и диалектов. И поэтому всегда есть возможность привязать себя либо к тому, либо к другу, либо к третьему. И вот тут там... И причем они равноправные. Очень часто гипотезы бывают равноправные. Это я вам говорю как профессионалам. Вот. Но тут возникает вопрос. А как же сделать вывод из этих гипотез? И что здесь влияет? Истатина научная ли парадигма? Если здесь влиять в ненаучные факты, о которых я и говорю. И я прихожу в свой область, и часто влияют в ненаучные факты. Да вот этот выбор предков. Потому что все зависит от политической ситуации. Чему она требует? Иногда особую привлекательность представляют предки-завоеватели, которым приписывают особую культуротворческую миссию. Такой образ обычно сопутствует колониальному менталитету. Иногда предки-автохроны, образ которых важен для определения исторических прав на территории. И именно с этим выбором мы имеем дело, когда местная политика требует предъявления полезных предков. Когда-то таким предкам надвижало отличаться расу, чистотой или чистотой крови. Но сегодня такой подход однозначно считается расистским. Поэтому теперь споры обычно ведутся от другого. Какие предки были более многочисленными, и какие сделаны наибольший план формирования свежедневного народа. Но так как решение таких проблем зависит от обращения к весьма скрутным и допускающим неоднозначенную компетенцию данных археологии, литвистики, аграфии, то никакого четкого ответа на подобные вопросы наука дать в принципе не может. А вот те, кто все же рискуют давать такой ответ, основываются скорее на вере. И на этом национальных эмоциях, одни на национальном знании. Вот это-то и ведет в бесконечные и безнадежные борьбы за предыдущие, которые, к сожалению, не верно участвуют специалисты. В этой связи показательно, что в условиях неопределенности, связанных с недостатком наших знаний, некоторые специалисты выбирают те интерпретации или тех предков, которых требуют этнические эмоции. Еще в большей мере это, разумеется, свойственно не специалистам, увлеченным в историю свежедневного народа. Прошли соседних народов, их заботят мало. Они лишь пристрастием следят за тем, чтобы те не покушались на то, что они сами считают свое собственное историческое наследие. О каком-либо общем наследии здесь не вспоминно, все распределенное и поделенное. И вопреки на детском отдельных мировозгодцев не помогает даже апелляция к общим деткам. Ведь в условиях этнической напряженности, тем более этнического конфликта, ни о каких общих предках не может быть и речи. Так и возникают уйдетные ситуации, когда отдельные интеллектуалы находят для свежего народа предков в эпохе палеолита. Я прошу прощения, давайте рекламу. А все, я кончаю. Это последний день. В любое время, да, по-прекому, скажем. Соответственно, это и то, на чем я хочу закончить. Спасибо.